Более полутора тысяч нарушений выявили экологи на предприятиях Казахстана. Многомиллиардные штрафы главных загрязнителей, похоже, никак не пугают. Первый в стране тренинг-центр диагностики и обслуживания электрокаров открыли в Кукчетау. Насколько востребована профессия будущего? 260 миллиардов тенге потратили казахстанцы на услуги сотовой связи. И это только в прошлом году. Гульдана Кален подготовила экономический обзор и скоро выйдет с нами в эфир. Десять часов в столице Казахстана. В эфире утренний информационный выпуск в студии Лунара Бекбусинова. И Арастан Балтин мы начинаем. Почти 270 тысяч рейсов на снежные полигоны сделали коммунальщики Астаны. Это 3 миллиона 600 тысяч кубометров снега. И судя по прогнозам, аномальные осадки на большей части Казахстана продолжатся. По данным КАЗ Гидромета, обильный снегопад ожидают на западе и в центре страны. Усиление ветра до 20 метров в секунду прогнозируют в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской областях. По республике Туман, Гололед в столице переменная облачность. Ветер юго-западный до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем до 3 градусов мороза. Прямо сейчас продолжим говорить на главную тему выпуска. Нарушителям экологического законодательства в Казахстане выписали 2138 административных штрафов. На общую сумму почти в 323 миллиарда тенге. Среди основных нарушений названы сброс загрязняющих веществ, сверхнормативное накопление отходов и другие. В разрезе отраслей, конечно, больше всего выбросов приходится на электроэнергетику. На втором месте горно-металлургический сектор. Это почти треть загрязняющих веществ. На нефтедобычу порядка 20% и еще около 13% на другие сферы. К слову, в столице и Алматы основными источниками загрязнения атмосферного воздуха чаще выступают ТЭЦ и котельные, а также автотранспортный и частный сектор. В Усть-Каменогорске и Тимиртау промышленные предприятия, а в Ахтубе и Атырау устаревшие канализационно-отчистные сооружения. Казахстанские загрязнители атмосферы снизили выбросы в атмосферу на 3 с лишним процента. Есть сбросы в водные объекты на 8. Министерство экологии и природных ресурсов подвело итоги прошлого года. Показатели скромные, особенно на фоне многомиллиардных штрафов. Более полутора тысяч нарушений выявили экологи на предприятиях. Экологический обзор промышленных регионов в материале Марины Золотаревой. Восточно-Казахстанская область лидер по штрафам. Местные промышленники в прошлом году выплатили 2,5 миллиарда тенге. 64 предприятия региона относятся к первой категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Наибольшее количество выбросов приходится на Касцинг и Усть-Каменогорскую ТЭЦ. На оба предприятия почти 40 тысяч тонн в год. По официальным данным, за последние пять лет выбросы в атмосферу снизились только на 6%. Однако независимые экологи скептически относятся к этой цифре. Тот же самый транспорт, частный сектор и многие предприятия, они просто вообще в этот учет не попадают. Поэтому я бы не говорил, что у нас выбросы снижаются, и ситуация улучшается. Вокруг города идет застройка, и каждый этот дом – это источник выброса, у каждого печка. Поэтому если так разбить, то у нас потребление угля в городе растет, соответственно, эмиссии. Но мы это видим по черному смогу, который сейчас накрывает город каждый отопительный сезон. В Западно-Казахстанской области на 164 миллиона тенге оштрафовали нефтегазовую компанию. Предприятие превысило годовой лимит сброса вредных веществ на 48 тонн. Таковы результаты внеплановой проверки. Кроме того, компании грозит еще один штраф – 50 миллионов тенге. Сейчас идут судебные тяжбы. По факту сброса загрязняющих веществ на объекты, поверхностную воду и, значит, при закачке в подземные горизонты. По этим фактам там были превышения по хлоридам, превышения по сероводороду. По этому факту тоже мы привлекли компанию КПО «Биви» на сумму 50 миллионов тенге, наложили штраф, вынесли постановление. На сегодняшний день КПО «Биви», не согласившись с итогами нашей проверки, подала жалобу в административный суд города Астаны. В Аргандинской области в лидеры по снижению лимита выбросов выбились постоянные загрязнители региона. Арселор Металтимиртау, недавно переименованный в «Кормет», и Балхашский медиплавильный завод. Их общее достижение прошлого года – сокращение на 54 тысячи тонн. По данным областного департамента экологии, в 2023-м все предприятия региона потратили на природоохранные мероприятия порядка 4 миллиардов тенге. Ну и, конечно же, свою лепту вносит и государственный контроль, который непосредственно осуществляет проверку всех предприятий на соответствие экологического законодательства. Тот же самый Арселор, в прошлом году мы их привлекли, штрафную санкцию на общую сумму порядка 103 миллионов тенге. Также корпорация «Казахмыц» также была привлечена к сумме 6,3 миллиона тенге. У нас идет снижение эмиссии в окружающей среде, это у нас снижение по всем фронтам, это и по атмосфере, это и по отходам, и по сбросам. В прошлом году экологи провели свыше 600 проверок на предприятиях Казахстана. Компания оштрафована почти на 323 миллиарда тенге. Самые частые нарушения – сверхнормативные и самовольные эмиссии. По данным Министерства экологии, до конца этого года на 90 отечественных предприятиях установят автоматизированные системы мониторинга. Они позволят в онлайн-режиме отслеживать воздействие природопользователей на окружающую среду. Марина Золотарева, Вячеслав Иклугин, Альбина Кумар-Галиева, Зарина Золпыхар, 24КЗ. Почему в Садпаеве выпал черный снег, выяснили экологи. Специалисты связывают ситуацию с выбросами котельной Казахмыс Дистрибьюшн. Проверка показала, что оборудование на предприятии устарело, очистные сооружения не справились. А ветер подхватил взвесь и разнес над жилыми домами. В местном департаменте экологии отметили, что компанию уже штрафовали и выдавали ей предписание, чтобы устранить нарушения. Но тщетно. Чтобы снизить уровень выбросов, предприятие еще в прошлом году должно было перейти на газ. Однако из-за нехватки голубого топлива во многих регионах страны сделать это не получилось. Ситуацию прокомментировали и в самом Казахмысе. 31 января 2024 года на открытый склад Казахмыс Дистрибьюшн производилась плановая выгрузка угля. В результате сильного юго-западного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду произошел унос большого количества мелких частиц угольной пыли в сторону жилых массивов города Сатпаев. Данный форс-мажор природного характера никакого отношения к работе очистного оборудования не имеет. Работа золоулавливающих установок ведется в штатном режиме. Стоит отметить, что в период подготовки к отопительному сезону на ежегодной основе проводятся текущие ремонты. В том числе производится ремонт и обслуживание золоулавливающих установок, водогрейных и паровых котлов. Продолжая тему экологического поведения, в Кукчетау открыли первый в стране тренинг-центр диагностики и обслуживания электрокаров. Этот уникальный проект запустили в сотрудничестве с одним из ведущих южнокорейских университетов. Подробности от Аслана Абуталипова. Новый тренинг-центр в Кукшетовском высшем техническом колледже оснащен по последнему слову техники. Здесь студенты изучают теорию обслуживания электромобилей. Затем переходят к практическому освоению ремонтных работ этих еще непривычных транспортных средств. Благодаря наличию настоящего электрокара и запасных частей обучение проходит успешно. Вообще все началось как бы с зарядки, правильное там подключение. Вот, потом начали проходить именно двигатель, составляющие там. Потом уже по ошибкам там получается есть пульт специальный, с помощью которого можно выставить ошибки. И через диагностический планшет можно будет выявить эту ошибку и решить ее. По словам экспертов, электромобиль сильно отличается от машины с двигателем внутреннего сгорания, прежде всего начинкой. В них имеются аккумуляторные батареи, более сложное программное обеспечение и отсутствует коробка передач. Если при ремонте обычного автомобиля необходимо больше знаний в механике, то чтобы в совершенстве освоить электромобиль, нужно знать все об автоэлектрике. Поэтому студенты тщательно изучают все детали и запчасти настоящего электромобиля. Электромобиль более требовательный к обслуживанию именно по электрической части. То есть уход за батареями, их замена, своевременная диагностика. Имея такое оборудование, такие стенды, студент может воочию увидеть все агрегаты, так сказать, их пощупать. То есть обучение будет занимать небольшой промежуток времени. Как подчеркнули преподаватели, важно следовать мировым тенденциям. Сейчас по приблизительным подсчетам в стране зарегистрировано почти 9 тысяч электромобилей. Но вот автоэлектриков, которые могли бы их ремонтировать, катастрофически не хватает. На сегодняшний день в сервис-центрах в Казахстане всего два, это в Алмате и в Астане. А количество возимого транспорта, именно экологически чистого транспорта, с каждым годом расчет. Поэтому мы надеемся и думаем, что наши специалисты будут востребованы на рынке труда. Заключены меморандумы с дилерскими компаниями на постпродажное обслуживание электромобилей, непосредственно гибридных автомобилей в городе Кокштау и в нашем регионе в целом. В новом тренинг-центре помимо будущих автоэлектриков обучают будущих специалистов по IT-технологиям и контрольно-измерительным приборам. В Управлении образования выразили надежду, что кокшеталский опыт окажется востребован в технических колледжах по всей стране. Аслана Буталипов, Виктор Полянный, Кокшетал, 24КЗ. К другим новостям. Объем иностранных вложений в экономику Казахстана достиг почти 86 триллионов тенге. Около половины из них направлены на развитие несырьевых отраслей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. В прошлом году рост экономики республики составил 5%. Положительную динамику показали строительная, торговая, промышленные отрасли, также услуги информации и связи. Инвестиции в основной капитал выросли почти на 14%. Ну а сейчас предлагаем узнать, какие события ожидают казахстанцев. Сегодня в Мажелисе пройдет презентация законопроекта по вопросам безопасности женщин и детей. Предполагается ужесточение наказания за преступления в отношении несовершеннолетних, а также исключение процедуры примирения в случае физического насилия и жестокого обращения. Продолжаем информационный выпуск. За три десятилетия число случаев заболевания раком среди людей моложе 50 лет в мире выросло почти на 80%. Такие данные приводят в научном журнале BMG Oncology. Смертность от рака среди взрослых в возрасте до 40 лет выросла на 27%. Сейчас в год от онкологии умирает более миллиона человек в возрасте до 50 лет. К нам присоединяется наша коллега Жанна Хусаинова. Жанна, расскажите, пожалуйста, в чем причина. Проговорили об этом ранее. Давайте еще раз повторим эти моменты. Статистика, конечно, удручает. Абсолютно верно. Повторим, среди факторов, которые способствуют росту заболеваемости – ожирение, табак, алкоголь, старение населения и, конечно же, загрязнение воздуха. Ученые из разных стран проводят исследования с целью найти заветное лекарство от этой болезни. Обо всем подробнее расскажу в обзоре. День борьбы против рака Это одна из основных причин заболеваемости и смертности в европейском регионе. На нее приходится более 20% всех смертей. Все чаще и чаще мы видим молодых женщин с диагнозом рак молочной железы. Если раньше это была категория 50+, то на сегодня отмечается существенное помолодение аудитории, если можно так выразиться. И все чаще женщины с 40 с небольшим, а то и 30 с небольшим лет приезжают с диагнозом рак молочной железы. Проблема на самом деле принимает достаточно устрашающие размеры и объемы. Число пациентов с онкологическими заболеваниями к 2050 году увеличится до 35 миллионов. Это на 77% больше, чем в 2022. Неутешительными прогнозами поделились ВОЗ. По данным организации, наиболее распространенным во всем мире оказался рак легких. На его долю приходится 2,5 миллиона новых случаев. Это почти 13% от общего числа онкозаболеваний. На втором месте рак молочной железы. 2 миллиона 300 тысяч случаев. За ним следует колоректальный рак. Им заболели 1 миллион 900 тысяч человек. На четвертом и пятом месте рак предстательной железы и рак желудка. Перенесемся в Центральную Азию. В Кыргызстане, например, ежегодно регистрируют около 5,5 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Республика занимает первое место среди стран Центрально-Азиатского региона по количеству смертей от рака. Так как болезнь протекает бессимптомно и большинство людей чувствуют себя здоровыми, они могут ни о чем не подозревать. Чем раньше будет обнаружен рак, тем выше шансы на успешное лечение. Тем временем в Узбекистане по итогам 2022 года на учете состояло больше 126 тысяч онкобольных. 4 тысячи из них дети. Наиболее распространенным считается рак молочной железы. Он занимает лидирующее место по смертности среди онкозаболеваний в стране. По данным ВОЗ, только за один год в среднем там фиксируют почти 4,5 тысячи новых случаев этой болезни. Предотвращение рака – одна из самых актуальных проблем 21 века. Исследование ВОЗ показывает, только 39% стран-участниц покрывают расходы на базовые процедуры лечения рака. В большинстве государств отсутствует адекватное финансирование услуг в сфере лечения этой болезни. Кроме того, в мире сохраняется неравенство в доступе различных групп населения к качественной терапии. Если бы я не родилась в Соединенных Штатах, меня, возможно, не было бы в живых сегодня. Если бы я родилась в стране с низким доходом, у меня не было бы доступа к МРТ, сканированию, которые мне были нужны. Так что многим людям, которые заболели онкологией и живут в развивающихся странах, повезло меньше. Общая тенденция на увеличение числа раковых больных будет неравномерно ощущаться в странах с разным уровнем индекса человеческого развития. Те, у кого меньше всего ресурсов для борьбы с раком, будут нести основную тяжесть глобального бремени. Коллеги, вот такие данные в Казахстане. Ежегодно около 40 тысяч человек заболевают раком. По итогам прошлого года на онкоучете состоят 218 тысяч казахстанцев. Умерли от онкологии, к сожалению, больше 12 тысяч человек. Я призываю наших соотечественников регулярно проходить обследование и, конечно же, исключать факторы риска. И меньше стресса. Каждый день как можно больше добра. Говорите друг другу теплые слова, и это уже на 50% оздоровит организм. А еще больше подключайтесь к позитиву, к волне позитива. С нами, с Арстаном и в моем ТикТоке. Мы в стриме, где у всех казахстанцев есть возможность задать напрямую вопросы и, конечно же, послушать последнюю информацию, свежую, актуальную от наших коллег. Спасибо, Жанна. Это была наша коллега Жанна Хусаинова в рубрике «Контур мира». Ну, да, и очень важно своевременно, как сейчас сказала моя коллега Лунара, своевременно проходить профилактические осмотры и скрининги. А вот сейчас мы будем говорить о жителях Уральска. Там это сделать не так-то просто. Государственные поликлиники перегружены. На весь город работают всего 6 медицинских учреждений. Например, чтобы решить вопрос с длинными очередями пациентов, в Зачиганской поликлинике местные власти вынуждены арендовать дополнительные помещения. А как намерены решать проблему с дефицитом объектов здравоохранения, расскажет наша коллега Альбина Кумаргалиева. Очереди в поликлинике Зачиганска – привычная картина. Большое скопление людей как у кабинетов врачей общей практики, так и у узких специалистов. Очередь большая. Где-то полтора часа сижу уже. В поликлинику пришла на скрининг. Сейчас жду своей очереди к эндокринологу. В нашей поликлинике всегда много людей. Чтобы попасть к врачу, нужно как минимум по полчаса простоять в очереди. Хотя на прием мы приходим по записи. Медицинское учреждение построили 10 лет назад. Оно было рассчитано на 35 тысяч человек. Однако за это время в Зачиганске построены новые микрорайоны, куда переехали десятки тысяч людей. Мощности единственной поликлиники не позволяют обслуживать растущее население. На сегодняшний день население, которое относится к нашей поликлинике, составляет 76 636 прикрепленного населения. Чем больше населения, у нас проблемы с обслуживанием. Это поликлиник рассчитан на 250 посещений. А сейчас у нас получается 1100 посещений. Почти 4 раза мы превышаем положенные нормы посещения. Чтобы разгрузить медучреждения, местные власти дополнительно арендовали два помещения. Мера временная. Без строительства новых поликлиник здесь не обойтись, считают специалисты. В данный момент для построения новой поликлиники у нас готовый проект с медной документацией. Она проходит экспертизу. После экспертизы она проходит 2-3 месяца. После окончания экспертизы мы будем просить бюджетную заявку. Из республиканского бюджета будем просить деньги. Место определено. Всего в областном центре сейчас функционирует 6 государственных поликлиник. Открытие нового объекта здравоохранения мера необходимы. Построить его планируют на границе поселка Зачиганск и нового микрорайона Акжаик. Альбина Кумаргалиева, Ербул Мендагалиев, Була Джералгасов, 24КЗ, Уральск. Продолжаем выпуск и прямо сейчас к мировым новостям. По меньшей мере 99 человек стали жертвами лесных пожаров в Чире. Ожидается, что число погибших может возрасти. Огонь охватило центральные и южные регионы страны. В наиболее пострадавшей провинции Вальпараис объявлено чрезвычайное положение. Там выгорели целые кварталы, разрушено два автовокзала и более тысячи жилых домов. Сообщается, что леса горят в труднодоступных горных районах. В тушении участвуют свыше 400 пожарных и десятки единиц техники. В Чили в этом году сильная засуха и жара, что усложняет проведение спасательных операций. А вот в США совсем другие проблемы. Проливные дожди обрушились на американский штат Калифорния. Это уже второй за последнюю неделю шторм в регионе. Обильные осадки затопили улицы и вплотную приблизились к домам. В некоторых районах порывы ветра достигали 130 километров в час. Свыше 300 тысяч жителей штата остались без электричества. Из-за риска наводнений приказ об эвакуации издан в нескольких округах Санта-Барбара и Лос-Анджелес. Ожидается, что там удар стихии будет таким же мощным, как во время тропического шторма Хиллари в августе прошлого года. А вот о надвигающейся беспрецедентной гуманитарной катастрофе в секторе газа предупреждают эксперты Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Без продовольствия и доступа к медицинским услугам могут оказаться свыше 2 миллионов жителей Анклава. На прошлой неделе более 10 стран-доноров Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам прекратили финансирование организации. Такое решение принято из-за подозрений в причастности сотрудников БАПОР к атаке Хамас на Израиль. Из сектора газа в Европу вслед за фермерами из других стран ЕС на акции протеста вышли греческие сельхозпроизводители. На митинг в Салонике протестующие приехали на 350 тракторах из Северной Греции. Еще сотни человек прибыли на автобусах только из Фессалии. Прибыло больше 20 автобусов, не считая тех, кто приехал на личных автомобилях. В рамках акции производители выбросили на дорогу несколько ящиков каштанов и яблок. Они также пообещали усилить протесты после общего собрания, которое состоится во вторник. Я отмечу, что в последние месяцы подобные демонстрации охватили всю Европу. Фермеры по всему континенту выходят на улицы с претензиями по поводу инфляции, нечестной конкуренции и зеленой повесткой ЕС. Да, итальянские фермеры провели массовые акции протеста по всей стране. Больше 60 тракторов и другой сельскохозяйственной техники заблокировали дорогу в городе Казерта. Участники акции недовольны сокращением налоговых субсидий для фермеров и новыми эко-реформами. Сообщается, что протесты одновременно прошли в нескольких городах. На следующей неделе демонстрации намерены провести и в Риме. Власти Италии пообещали выделить аграриям больше помощи, но протестующие на предложенные условия не согласились и потребовали переговоры с правительством. А вот в условиях роста цен французы, к примеру, вынуждены экономить сегодня. Дорожает даже вода, поэтому некоторые используют дождевую. А вот по данным Главного управления здравоохранения, системы фильтрации дождевой воды не всегда достаточно, поэтому пить альтфильтрованную дождевую воду все-таки не рекомендуется. В стране также зафиксировали рост цен на продовольствие. За полтора года стоимость продуктов выросла почти на 18%. Особенно подорожали хлеб, молоко и мясо. Сети продовольственных магазинов ссылаются на условия, выдвигаемые производителями. А они требуют продолжить повышение цен. Также в эти выходные во французской столице прошел городской референдум. Обсуждали судьбу джипов и кроссоверов. Габаритные авто в мэрии Парижа называют одними из главных источников загрязнения воздуха. И предлагают сократить их число на дорогах. Кстати, решение они предлагают за счет трехкратного повышения стоимости парковки. Как отозвались на инициативу сами парижане, расскажет наш корреспондент. Сегодня в мэриях всех округов Парижа день открытых дверей. Гаража ждут в бюро для голосования с тем, чтобы получить ответ на единственный вопрос. Нужен ли отдельный тариф на парковку для внедорожников? Его предлагают увеличить аж в три раза. Я думаю, что мы сегодня активны в голосовании, потому что присыщены этими большими машинами, которые занимают много места. Порой усложняют движение на дорогах, мешают с парковками, велосипедистам и пешеходам. Доказано, что в случае наезда джип гораздо сильнее травмирует, чем обычный автомобиль. Много причин, по которым парижане не хотят видеть на дорогах джипы. Я проголосовал против, потому что нас снова заставляет платить больше. Мы и так обложены налогами. 18 евро за час парковки – это черти что. Если вдруг забудешь оплатить, какой там размер штрафа должен быть? Это драматично. По итогам голосования противники габаритных машин победили с небольшим перевесом. С новым тарифом, а он вступит в силу только в сентябре, час парковки для внедорожников в Париже будет стоить от 6 до 9 тысяч тенге. И оптом не дешевле, а напротив, чем дольше машина занимает парковочное место, тем выше тариф. За стоянку в 6 часов придется выложить больше 100 тысяч тенге. Официальных сведений о том, сколько в Париже автомобилей попадает под категорию джипов и кроссоверов, нет. Но есть цифры, посчитанные кабинетом, специализирующимся на анализе дата данных. Так вот, они утверждают, что сегодня в Париже решается судьба 170 тысяч автомобилей, что составляет примерно 15% от общего транспортного парка французской столицы. Число личного транспорта в последние годы в Париже сокращается. Машина здесь уже не средство передвижения, а роскошь. Ожидается, что часть владельцев избавится от джипов и кроссоверов из-за нового тарифа. Но, озвучивая итоги голосования, мэрия французской столицы подчеркнула, повышение стоимости парковки для внедорожников может пополнить городской бюджет на 35 миллионов евро. Альяс из Дыкова, Руслан Амиржан, 24КЗ, Париж, Франция. Казахстанские грузоперевозчики выступают против запрета на перевозку грузов путем перецепки. Дело в том, что раньше предприниматели могли ввозить на территорию Казахстана товары из-за рубежа, не заезжая в них, а лишь перехватывая груз на промежуточных или пограничных пунктах. Однако в 2017 году ввели запрет на такой механизм перевозки. Это стало невыгодно для перевозчиков, кроме крупных транспортных компаний. Сейчас в профильном министерстве пытаются отменить данный запрет. Ануар Абдрахманов продолжит тему. Мангисталская область – одна из важнейших транспортных артерий страны. Местные логистические компании активно участвуют в доставке товаров из иностранных государств на казахстанские рынки. Однако вот уже несколько лет они сталкиваются с препятствием, а именно с запретом на перевозку грузов путем перецепки. С 1 января в стране эту деятельность приостановили в Министерстве транспорта. Выигрыши от подобных изменений оказываются лишь крупные игроки рынка, говорят предприниматели. Мы взяли кредит в дому для того, чтобы купить автомобили. Если вопрос с прицепкой не будет решен, то нам придется продать машины. Это приведет к негативным последствиям в логистической сфере области. У нас кредиты по 700-800 тысяч в месяц. Как бьет по карману, вы сами можете посчитать? С первого раза человеку далекому от специфики работы логистических компаний вникнуть в суть проблемы непросто. Если кратко, раньше предприниматели могли ввозить на территорию Казахстана товары из европейских стран, не заезжая в них, а лишь перехватывая груз на промежуточных или пограничных пунктах. Получается, иностранные транспортные средства составят из двух частей. Это тягач, калава и прицеп. Он едет грузом в Казахстан. Теперь на границе данный иностранный перевозчик прицеп оставляет, не заезжая в Казахстан. Это приграничная зона. Если конкретно по случаю Магастау, это пункт перехода Тимрабаба. В нейтральной зоне прицеп оставляет, и с нашей стороны заезжает только тягач казахстанский, цепляет вот этого прицепа и вводит до городов Казахстана. Вот когда мы запрещаем перевозки грузов по механизму перецепки и перегруза, на это действие у нас запрет. Оказалось, подобный запрет в стране действует с 2017 года. Однако его действия неоднократно приостанавливали. Прежде всего, в интересах участников рынка, но и экономики. По оценкам Министерства транспорта, с момента снятия запрета доля казахстанского рынка грузоперевозок выросла на 18%. Сейчас ведомстве ведут активную работу, чтобы разрешить вопрос как можно скорее. В 2022-23 год мы тогда сняли перецепку. Это в том числе с учетом мнения предложения перевозчиков Магастауской области. В этом году мы тоже проект разработали соответствующую нормативную праву акта. Этим приказом предусматривается именно разрешить перецепки до 1 января 2025 года. В данный момент проект приказа согласован Министерством финансов, экономики и индустрии торговли и находится на согласовании в Министерстве. Как только Министерстве дадут положительные заключения, вот вопрос вступит в силу порядка в течение 10 дней. По данным Министерства транспорта, только в прошлом году в страну завезли больше 7 миллионов тонн товаров. Почти половина этого объема пришлась на казахстанские компании. Такую активность в том числе ведомстве связывают с отменой запрета на перецепку. Кроме того, запрет на такую деятельность делает перевозку значительно дороже, что влияет и на конечную цену продукции. Ануар Абдрахманов, 24КЗ. Продолжаем. 260 миллиардов тенге потратили казахстанцы на услуги сотовой связи в прошлом году. А объем оказанных услуг мобильными операторами вырос на 7%, составив 1 триллион 200 миллиардов тенге. Тарифы, как мы видим, растут. А вот качество связи все-таки оставляет желать лучшего. Жалуются жители Казахстана. Ну что ж, рубрика «Первая цифра» с гульданой колен уже вместе с нами. Доброе утро. Итак, как я понимаю, снижение тарифов мы пока не ожидаем. Да, Гульдана? Все верно. Буквально вот вчера ко мне пришло сообщение, я пользуюсь Билайном. И там с 6 февраля, то есть завтрашнего дня, я должна буду платить 5 тысяч тенге. Ну что ж, таких прогнозов вот по крайней мере нет. При службе операторов связи все как одна заявляют, что на цены влияют ряд факторов, включая электроэнергию, инфляцию и инвестиции в сеть. Подробности в следующем обзоре. Семи и почти до шестидесяти процентов повысили стоимость операторы мобильной связи на свои услуги по итогам прошлого года. Динамику изменения цен проанализировали в Агентстве по защите развитию конкуренции. Туда поступило больше ста обращений от пользователей. Как выяснилось, только в период с мая по июль 2023-го сотовые операторы повысили ежемесячно абонентскую плату больше, чем на 30 тарифных планах. Казахстанцы в свою очередь жалуются, что качество связи не соответствует цене. У меня получается актив, он подорожал давно уже. У меня было 3,390. Сейчас 4,390. То, что предлагает тариф, заканчивается через полмесяца примерно. И приходится делать обмен своих минут на гигабайты или там смс. Хотя мне кажется, что за 3,590 в месяц я не должен задумываться о трафике. Я не использую в масштабах скачивания чего-то. Просто какие-то базовые вещи. Качеством недоволен. Почему? По той причине, что не везде ловит, прерывается связь. Мобильный интернет очень плохо работает. Пользуюсь Теледва в последнее время жутко недовольна скоростью и то, что подоржали цены раза в два. Мы живем в районе Экспо и у нас связь не ловит вообще. Интернет очень плохого качества. Цена мы где-то оплачиваем интернет-дома, услугу 7-8 тысяч в месяц. Абонентская плата. И получаем некачественный интернет, но выбора у нас нет. Из-за предоставления некачественных услуг в прошлом году операторов связи оштрафовали больше, чем на 3 миллиарда тенге. Агентство по защите и развитию конкуренции, в свою очередь, порекомендовало им обоснованно снизить цены. На что последние возразили и привели свои объективные доводы. В их числе нестабильность валютного курса, изменение стоимости электроэнергии и рост потребления интернета. За последние три года в Казахстане рост потребления трафика со стороны абонентов вырос почти на 60%, что требует от операторов связи существенных инвестиций в развитие и расширение сети, стабильной и качественной работы. Только в период с 2020 по 2023 год компании на эти цели направлено 184,4 миллиарда тенге. И до 2028 года планируется увеличение объема инвестиций в инфраструктуру. В любом товаре или услуге существует ряд факторов, которые влияют на цены образования и отрасль телекоммуникации не исключение. Стоимость электроэнергии, инфляции, девальвация, рост потребления интернета – это неполный перечень подобных факторов. Кроме того, компания непрерывно инвестирует в развитие и расширение мобильной сети. Только за последние три года капитальные расходы компании составили 220 миллиардов тенге. Расходы в 2023 году по сравнению с 2021 выросли на 37%. Тарифы дешевле не станут, говорят об этом и эксперты. Все необходимое оборудование операторы связи, как правило, привозят из-за рубежа. Это еще один фактор, влияющий на ценообразование. Оборудование, которое они закупают, а его нужно закупать постоянно, чтобы расширять, во-первых, зону покрытия. Во-вторых, вот вы, купив сотовый телефон, вы же не пользуетесь одним телефоном на всю жизнь. Вы каждый год обновляете. Чтобы их обслуживать, сотовым операторам нужно закупать новое оборудование. Каждый год происходит апдейт программного обеспечения, то есть обновление IT-системы. Все это затраты, вы все эти вещи покупаете за рубежом. Они, к сожалению, не производятся в Казахстане. Поэтому, насколько сильно растет доллар, насколько быстро ослабевает тенге, настолько быстро дорожает сотовая связь. В Казахстане в два раза увеличат штрафы за выброс мусора в неположенном месте. Поправки в кодекс об административных правонарушениях уже разработаны. Вместо 50 МРП физлица будут платить 100. А субъекты малого предпринимательства или некоммерческой организации 200 МРП. Отмечу, к концу 2023-го в стране ликвидировали больше 4000 стихийных свалок. Тогда премьер-министр Альхан Смаилов отметил, для повышения эффективности управления отходами важно развивать инфраструктуру. Для этого в регионах необходимо разработать соответствующие программы. Однако в 75% районов и городов до сих пор не приступили. Глава правительства пригрозил, если работы не завершатся, к 1 апреля будут приняты дисциплинарные меры. В Казахстане могут сократить финансирование некоторых видов спорта. Об этом заявил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев. По его словам, сейчас деньги из бюджета выделяются на поддержку 180 дисциплин. Но в будущем это число планируется сократить до сотни. Останутся только те, что входят в программу олимпийских, паралимпийских и азиатских игр. Предложение такое. В стране развиваются 180 видов спорта, что является непозволительной роскошью. Распыляемся. После азиатских игр президент дал четкое поручение по сокращению этих видов спорта. Поэтому мы и вносим по соответствующему поручению свои поправки в законопроект. А депутаты, в свою очередь, возмущены тем, что казахстанская футбольная премьер-лига носит название букмекерской конторы. Видимо, внесение поправок в некоторые законодательные акты не за горами. К слову, в Минспорта данную инициативу поддерживает. Коллеги, ну что ж, такой был обзор на сегодня. Возвращаясь к теме цен на тарифы, на услуги сотовой связи, мне бы хотелось бы поинтересоваться у вас. Вот вы, как активные пользователи интернета, сколько вы платите в месяц? И часто ли приходится вам доплачивать? Хватает ли вам трафика? С недавнего времени, Гульданы, я переподключила свой тариф, потому что, как говорила ранее, мне хватало всего на 20 дней, к сожалению. Но теперь я подключила и тариф, и плюс дополнительно какой-то объем, он называется то ли супер, то ли что-то. То есть это как минимум 7 тысяч в месяц. Ну, может быть, это и хорошо. В этом тарифе, может быть, будет какой-то безлимитный интернет. Но на самом деле я бы сейчас хотел обратиться от имени всех казахстанцев. Мы сейчас сидим в стриме, в ТикТоке, и очень много комментариев о просьбе всех сотовых операторов, чтобы они сделали доброе дело в новом году, уже, может быть, с начала февраля, и снизили свои тарифы, ну, хотя бы на 20%. Я знаю, кому адресовать эту просьбу прямо напрямую к министру Мусину. Доброе утро. Который думает, что мы просто впустую тратим гигабайты на просмотры разного рода контента. А мы ведь работаем в ТикТоке для того, чтобы информировать население страны. Спасибо, Гульдан, за информацию. Будем надеяться, что ситуация изменится и нас услышат, как и многих казахстанцев, которые возмущаются и пишут об этом ежедневно. Это была наша коллега Гульдана Кален с рубрикой «Первая цифра». Мы продолжаем выпуск. Спасибо, Клей. Доброе утро. Ежегодный фестиваль света проходит сегодня в Дании. Его проводят с одной целью – поднять настроение жителям и гостям датской столицы. С наступлением темноты небо заряют сотни огней LED-инсталляции. Посетителей помимо красочных шоу ждет развлекательная программа, в том числе экскурсии и конкурсы. Световые конструкции установлены в парке и на набережной. Кроме того, в Копенгагене подсвечены аттракционы. Это добавляет волшебной атмосферы вечернему городу. Фестиваль продлится до конца февраля. От фестиваля «Света» мы переносимся к спорту. «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче 23-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 3-1 в пользу канониров. Таким образом, команда «Микель Артете» поквиталась с коллективом Юргена Клопа за вылет из Кубка Англии на стадии 1-32 финала. К нашему эфиру с рубрикой «Спорт Лайв» присоединяется. И я напомню еще раз, я уже об этом не раз говорил, главный спортсмен 24КЗ Алишер Накипов. Итак, Алишер, как обстоят дела в английской премьер-лиге? И кто на данный момент в лидерах? «Ливерпуль», имея в активе 51 балл, сохранял лидерство в турнирной таблице АПЛ, тогда как «Арсенал», набрав 49 очков, находится на второй строчке. Следующую игру «Ливерпуль» проведет на своем поле с Бернли 10 февраля, а 11 числа «Арсенал» на выезде встретится с Весхэмом. Дзюдоист Нурлыхан Шархан стал бронзовым призером турнира по дзюдо серии «Гранд Слэм» в Париже. В весовой категории до 100 кг в схватке за бронзовую награду казахстанец оказался сильнее Даниэля Эйча из Швейцарии. Оппонент заработал три предупреждения, таким образом наш спортсмен автоматически стал победителем противостояния. Отмечу, что в четвертьфинале он красивейшим броском с колена одержал победу над представителем Сербии. В полуфинале казахстанец уступил двухкратному чемпиону мира из Испании. Бронзовая медаль Шархана Нурлыхана – единственная для национальной команды на престижном французском первенстве. Александр Бублик стал победителем турнира серии ATP 250 в Монпелье. В финале первая ракетка Казахстана встретился с хорватом Борном Чоричем. Александр одержал верх в трех сетах 5-7-6-2-6-3. Теннисисты провели на корте почти два с половиной часа. По ходу матча наш спортсмен выполнил 19 эйсов, реализовал 4 брейкпоинта из 9 и допустил 6 двойных ошибок. Для Александра Бублика это первый титул в 2024 за победу в Монпелье. Помимо солидных призовых он получил 250 рейтинговых очков. Примечательно, что двумя годами ранее казахстанец уже побеждал на этом первенстве. Отмечу, что для Бублика это четвертый титул ATP в карьере. Благодаря новой победе казахстанский теннисист впервые поднимется на 23-е место в мировом рейтинге. Ранее его лучшим результатом была 25-я строчка. Сборная Казахстана по теннису, несмотря на сенсационную победу, Тимофея Скатова не смогла пробиться в финальную стадию Кубка Дэвиса. Казахстанец, занимающий в рейтинге ATP 278-е место, обыграл аргентинца Франсиска Чарундола из первой двадцатки. Мировой двадцатки. Скатов победил его в двух сетах 7-6-6-4. Судьба противостояния решилась в пятой игре, в которой Дмитрий Попков встретился с Томасом Мартином Чавери. В этой паре явным фаворитом считался местный спортсмен, однако наш теннисист составил ему серьезную конкуренцию. Итоговый счет 4-6-6-3-6-7. Абата Имбетов провел первую игру в составе Аданы Димир Спор в чемпионате Турции. Казахстанский нападающий вышел в стартовом составе на матч с Пиндик Спором и отыграл 67 минут. В первом тайме форвард даже отметился голым, однако он был отменен из-за офсайда. Во второй половине Амбетова заменил экс-игрок сборной Португалии, чемпион Европы 2016 года Луиш Нани. Адана Димир Спор уступила на выезде 1-2, упомянутый Нани отличился в компенсированное время. Команда на данный момент занимает 9-е место в турецкой суперлиге, набрав 31 очко. В следующем туре клуб сыграет с Касым Пашой, матч пройдет 9 февраля. Напомню, Амбетов подписал контракт с новым клубом на полтора года. Ранее форвард на протяжении трех сезонов защищал цвета Астаны. Вот таким был обзор спортивных новостей на сегодня. Хотел бы вернуться к теме победы Александра Бублика на турнире во Франции. Как я и говорил уже ранее, это четвертый титул в его карьере. Ранее он побеждал на турнирах категории ATP 250, ATP 500. Будем надеяться, что в будущем он победит на турнире уже категории ATP 1000. И уже далее замахнется на большой шлем. Уверен, что успех не за горами. Спасибо, Алишер Накипов был с рубрикой Sport Life. Спасибо, Алишер. Ну, а я напомню, что это были все новости к данному часу. И в студии работали Луна Рыбик Пусинова. И Арстан Балтин. Мы ждем вас на канале 24KZ. Не пропускайте эфиры. Передаем слово коллегам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова